В эфире программа в центре внимания. Добрый вечер. Начался новый год. Год учебный продолжается в новой третьей четверти. О том, как она началась, чем сегодня живут педагоги и как развивается сфера образования Архангельска, мы поговорим с директором департамента образования мэрии города Татьяной Агибиной. Татьяна Сергеевна, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, первый мой вопрос относительно начавшейся новой третьей четверти. Как прошли каникулы в школах и детсадах? Как начался учебный процесс и не повлияли ли на это морозы? Каникулы прошли хорошо, здорово, незабываемо. Для наших больших и маленьких ребят это действительно так. Но полностью с вами соглашусь, что период был достаточно сложен. Сложен в том числе и теми погодными условиями, которые мы все пережили. Я должна абсолютно справедливо заметить, что в системе образования города за весь этот период каникулярных и праздничных дней ни одного чрезвычайного обстоятельства, ситуации в учреждениях системы образования города не зафиксировано. И, конечно, в этом во многом заслуга директоров школ, заведующих детских садов, работников технических служб. Это наши уважаемые слесаря, электрики, сантехники. Эти люди, не считаясь со своим личным временем, праздничными событиями, организовали очень четко и качественно круглосуточное дежурство и не допустили ни одного нарушения в системе жизнеобеспечения зданий. Конечно, Артемий, пользуясь случаем, мне хотелось бы сказать искренние слова благодарности в адрес этих людей. То, что очень четко и очень предельно понимают, как должны существовать и функционировать образовательные организации. Четверть началась нормально. Мы искренне рады видеть и наших дошколят, и наших школьников. — Татьяна Сергеевна, если говорить о труде учителя в нашем городе, то сложно, наверное, его переоценить. Это так было всегда. Но все-таки что сделано для того, чтобы зарплата учителя в нашем городе росла? Все-таки это один из самых главных факторов. — Да, безусловно, вы правы. И не надо смущаться, разговаривать на эти темы, потому что сегодня благополучие и благосостояние педагога, педагогического работника, оно в центре внимания. И в центре внимания федеральных властей, и, безусловно, это один из приоритетов муниципалитета. Для удобства наших зрителей я хочу напомнить, что еще в 2012 году, когда были сформулированы и подписаны указы президента Российской Федерации, была определена очень важная, я бы сказала, принципиальная задача. Это поэтапное повышение заработной платы педагогических работников системы общего образования. Но здесь мы с вами должны очень четко разобраться, вот в какой ситуации. Сегодня полномочия по обеспечению уровня заработной платы педагогов, школ, детских садов — это полномочия и обязанность субъекта Российской Федерации, то есть правительства Архангельской области. Естественно, что муниципалитет не стоит в стороне от этой проблемы, и в рамках подписанных соглашений, которые заключаются ежегодно, определяются региональными структурами, в том числе региональным министерством образования и науки, очень четко зафиксирован показатель среднего уровня заработной платы тех же педагогических работников школ. Если вам интересны цифры, то я скажу, что по 2014 году этот показатель, средний показатель по городу Архангельску для педагогов школ был определён 30 114 рублей 80 копеек. По итогам прошедшего финансового 2014 года мы даже этот показатель в хорошем смысле несколько превысили, он составил 30 488 рублей 20 копеек. То есть, естественно, мы очень жёстко контролировали этот вопрос, внимательно отслеживали любую проблемную ситуацию, возникающую в каждой образовательной организации. Я думаю, что тот итог, который я вам сейчас доложила, он, в общем-то, свидетельствует как раз-таки о том, что все очень чётко понимают, кто и как должен работать по своему направлению деятельности. Но, тем не менее, вот зарплата педагогов растёт. То есть, всё выполнение майских указов, да, вот с периода 2012 года на 71% она выросла. Да, даже чуть более чем 71%, и вы абсолютно правы, владеете информацией. Я хочу заметить, что действительно, без всякого преувеличения, показатель среднего уровня заработной платы является основным, первостепенным. И, коль я вам привела конкретные цифры, я хочу ещё добавить только одним моментом. За истекший период никаких претензий к муниципалитету, то есть городу Архангельску в части невыполнения, несоблюдения каких-то параметров этого соглашения не поступало. Но, в то же время, вот информационное пространство у нас последние несколько дней будоражит информацией о том, что рост зарплаты идёт опережающими темпами у директоров, у заместителей директоров. Насколько достоверна эта информация и, казалось бы, что, собственно говоря, плохого? Вы знаете, я хотела бы заметить, что ряд цифр, сегодня опубликованные в отдельных средствах массовой информации, вызывают как минимум недоумение. Откуда взялись показатели 26% рост заработной платы по директорам школ по сравнению с 2014 и 2013 годов или 23% по их заместителям? Но я могу полагать и делать вывод только об одном, что эти цифры сфокусированы и сосчитаны вместе с показателями по муниципальным спортивным школам и детским школам искусств, которые сегодня финансируются за счёт муниципального бюджета. То есть всё, что касается заработной платы, обозначения каких-то показателей, эти вопросы требуют детального анализа и детального осмысления, поскольку это касается каждого педагогического или управленческого работника. Надо сказать, что у нас каждый работник, в частности директора, заместители, о которых идёт речь, у них есть ещё и педагогическая нагрузка. Безусловно. Которая, так скажем, влияет на показатели. Безусловно. Вы правы. И вот внимательно наблюдая за тем, какая дискуссия сейчас разворачивается в средствах массовой информации, я хочу заметить в продолжении нашей с вами темы, что мы внимательно отслеживаем и анализируем эти показатели. По сравнению с 2013 годом, в 2014 году заработная плата административно-управленческого персонала по директорам школ возросла порядка 17%, по их заместителям порядка 14%. Если быть точным, это 13,9%. Однако эта цифра, я бы сказала, условно-объективна. Почему? Потому что рост заработной платы по административно-управленческому персоналу включает в том числе и прочую нагрузку, которую несут эти педагоги. Это люди, как правило, которые, так скажем, доросли до уровня директоров и до завичей с уровня учителей. Они много лет отработали в школе. Они знают школьную систему от и до. Они целиком и полностью заинтересованы в результативности труда работников школы, в результатах образовательной деятельности, в успешности и благополучии наших выпускников. Но не учитывать такие, например, показатели, как педагогическая нагрузка, которую сегодня ведут большинство директоров школ и большинство заместителей образовательных наших организаций. Это выплаты при увольнении за неиспользованные дни отпуска и масса других позиций, которые так или иначе суммируются и показываются итоговой цифрой. Если эти показатели разложить на многие составляющие, то ситуация становится максимально ясной и предельной. Ну и надо понимать, что средства областной субвенции, которые выделяются, они ведь идут прежде всего на каждого, грубо говоря, отдельного ученика, отдельной конкретной школы. Это абсолютно так. Сегодня есть очень четкий подход в методике определения объемов субвенции, которые передаются во все муниципалитеты без исключения нашего региона. И главный показатель действительно один и очень четкий – это количество обучающихся. Если в одной школе обучается 100 детей, а во второй – 1100, естественно, что объемы денежных средств, поступающих в одну или иную образовательную организацию, будут разниться. И вот, да, и как раз в продолжении вы упомянули о количестве обучающихся. На определенное количество обучающихся есть определенный штат административного как раз персонала, да, то есть определенное количество заместителей у директоров. Эта информация тоже активно сейчас обсуждается, якобы их в отдельных образовательных учреждениях несоизмеримо как-то очень много. Так ли это? Почему такие разговоры идут? Ну, я скажу одно. Творческий процесс к анализу ситуации, он, конечно, приветствуется, но все-таки он должен быть максимально объективен. Давайте начнем с того, что в системе образования города на протяжении последних нескольких лет мы детально анализировали очень предметно и скрупулезно ситуацию, связанную с рациональным расходованием бюджетных средств. Будь то уровень муниципального бюджета, будь то уровень регионального бюджета. На протяжении этих лет мы проводили реорганизационные мероприятия. То есть мы очень четко после детального анализа и расчета занимались реорганизацией образовательных организаций, которые на сегодняшний день не были достаточно эффективны, в том числе в расходовании средств и так далее. То есть сегодня порядка восьми школ у нас реорганизовано. При этом главная задача стояла это создание максимально объективных условий для получения качественного образования нашими ребятами. На сегодняшний день у нас с вами в городе Архангельске 52 школ. Если мы с вами слышим сведения о том, что в половине из них по восемь завучей, ну конечно, как минимум это недостоверная информация. Сегодня только в пяти школах города количество заместителей составляет шесть человек и только в трех школах семь ставок заместителей руководителя. Объясню почему. Это, как правило, большие школы-тысячники, где количество обучающихся от 800 человек и выше. Это школы, которые являются инновационными образовательными площадками. Это школы, где опробируется все то новое, что реализуется впоследствии в системе образования города. И это школы, которые сегодня помимо своей основной обязательной функции выполняют дополнительные государственные полномочия. Я вам приведу только один немногочисленный пример. Открытая сменная общая образовательная школа, которая имеет несколько зданий, несколько филиалов, которые расположены практически во всех территориальных округах города Архангельска, и которые помимо обучения определенных категорий граждан, это очень разные ребятки, в том числе и ребятки с заболеваниями, занимаются посредством созданного УКП обучением осужденных. Вот это как раз таки и есть государственная функция. Кроме того, мне приятно отметить, и об этом говорят в том числе и родители, то, что в 2014 году существенно возрос перечень, объемы и качество предоставляемых платных образовательных услуг под запросом родительской общественности. Естественно, не стимулировать финансово эти виды деятельности тоже невозможно. Поэтому нюансов их достаточно много. И продолжая тему, что мы старались максимально рационально подойти к вопросу расходования бюджетных средств, для себя после совета с руководителями школ, детских садов, мы пришли к выводу, что оптимальное количество учеников на ставку зауча – это порядка 200 ребятишек. Хотя сегодня, объективности ради, мы должны с вами заметить, что ни в одном нормативном документе, ни в законе образования, ни в нормативных актах регионального или федерального уровня не прописаны примерные типовые штаты. Сегодня все школы являются самостоятельными юридическими лицами и, исходя из возложенных обязательств, полномочий, сами самостоятельно определяют структуру и штаты. То есть, этот показатель, одна ставка зауча на 200 школьников, это к нему, получается, город пришел, скажем так, самостоятельно. Да. И если сравнивать с показателями по другим муниципалитетам, понятно, что есть и сельские территории, есть специфически расположенные территории, безусловно, я здесь не хочу никого обидеть, но это хороший показатель, адекватный показатель, и он заметно выше, чем в других муниципалитетах. А я правильно понимаю, что от средней зарплаты учителей, про которых мы говорим, зависит и зарплата педагогов детских садов? Вы правы, в определенной мере она, конечно, зависит. Исходя из тех нормативных документов, которые сегодня существуют на федеральном и региональном уровне, средняя заработная плата педагогов детских садов должна соответствовать средней заработной плате педагогов по региону. Хотя, объективности ради, я не могу сказать о том, что в этой части у нас достаточно много вопросов и претензий. Если взять пример 2014 года, мы вынуждены были неоднократно поднимать эту проблему перед коллегами из регионального министерства образования и науки, поскольку мы полагаем, что изначально методикой расчета объемов данной субвенции на цели нужд дошкольного образования, были допущены определенные недочеты и недоработки. Приведу один пример. Так, объем денежных средств рассчитывается исходя из многих показателей, но один из них — количество педагогических работников, которое учитывается на 1 января, конкретную дату, но без учета вакансий. А вы понимаете, что в течение года у нас открываются дополнительные группы, мы открываем дополнительные детские сады, но имеем те лимиты, которые имеем. Поэтому мы обращались в течение года за разъяснениями и обоснованием тех наших проблемных видений, которые связаны как раз-таки с показателем средней заработной платы педагога детского сада. Татьяна Сергеевна, наверное, не секрет, что помимо разнообразной деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса, на директорах и завучах лежит и множество других обязанностей. И это даже не всегда только педагогическая нагрузка. Если полностью описать картину, как проходит обычный день нашего директора? Вы знаете, вообще школа — это целая жизнь. Со своими проблемами, переживаниями, радостями, положительными эмоциями. Это судьбы и больших, и маленьких людей. Мы живем порой проблемами не только ребенка, не только у учителя, семье, ее благополучие и так далее. Действительно это так. Сегодня, может быть, вряд ли в конкретной семье знают, чем занимается директор, какие проблемы приходится решать. И это нормально. У каждого есть своя работа, у каждого есть зона своей ответственности, и каждый стремится к тому, чтобы хорошо и честно ее выполнять. Так вот, действительно, вопросов и проблем много. Очень большой блок вопросов у директора связан с вопросами обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в стенах школы с комфортным пребыванием. Это и информационные технологии. Я очень тезисно проговорю, чтобы не задерживать наших зрителей. Это и тема введения новых федеральных государственных образовательных стандартов. И мне особенно приятно отметить, что педагоги и администрация школ города Архангельска, не только школ детских садов, здесь являются передовиками. И тот опыт, который нарабатывается нашими коллегами, сегодня транслируется по всей Архангельской области и за ее пределами. Я так понимаю, что как раз стандарты в ГОС, про которые вы упомянули, то есть здесь Архангельск достаточно-таки уже неплохо продвинулся на передовой. Вы правы. Как это, можно сказать, выражается? Может быть, каких-то конкретных... Вы знаете, мы сегодня имеем очень продуктивные контакты и очень интересные для нас и для наших партнеров договорные отношения с федеральными структурами и с федеральными институтами развития образования, которые исследуют и продвигают эту тему. Поэтому здесь, сотрудничая с федеральным центром, мы и учимся, и имеем возможность передавать свой опыт. Наши школы, детские сады являются базовыми опорными площадками для продвижения этого вопроса в рамках всей Российской Федерации. Ну и в 2015 году, естественно, эта работа, трансляция опыта продолжится. Безусловно, очень много планов, очень много идей, содержательных аспектов, которые я искренне надеюсь, что нам удастся реализовать. Татьяна Сергеевна, спасибо большое за беседу. Мы сегодня с вами большую часть программы посвятили обсуждению, скажем так, нашумевшего вопроса. Занимались такой некой простой арифметикой, простой и сложной, да, одновременно. Но я надеюсь, что следующие наши встречи будут посвящены исключительно приятным моментам из системы образования Архангельска. Будем говорить о том, как обучаются наши ребята, какие у них достижения. И, в общем-то... Наши дети молодцы. Да, это самое главное, и я думаю, что так и будет и впредь. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Всего доброго. Напомню, что гостем программы в центре внимания была директор департамента образования мэрии Архангельска Татьяна Агибина. А я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова